Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» будет крайне важная лекция, которая касается исключительно каждого человека. Диагностика болезни печени по стопе, по ноге, болезни печени и главная проблема ожирения печени, когда человек это никак не ощущает, пока не возникают серьезные проблемы. Вот какие проблемы, тоже сейчас поговорим. То есть, разберем диагностику, последствия, чего же организму и печени не хватает, как не допустить эти проблемы и как их лечить. Конечно, обязательно нужно идти к врачу, чтобы определить уже точный диагноз и принять решение о дальнейшем лечении. Но понять, что это за проблемы печени и даже подсказать врачу, если он что-то упустил, вполне можно и вам самим по следующим признакам. Если в районе щиколотки есть сосудистые сеточки и звездочки, то это яркий признак фиброзного состояния и даже цирроза печени. Красные и коричневые точечки на голени, щиколотки, а это проблемы в том числе плохого кровообращения, обычно бывают при диабете и разных болезнях печени. Потрескавшиеся пятки это характерный признак дефицита омега-3 полинонасыщенной жирной кислоты витамина В3. Помните, что при дефиците витамина В3 возникает дефицит витамина А и витамина Е. И тогда нередко возникает пилагра, такие высыпания на коже в виде корок, зуд ноги, особенно подошвы, боли в стопе, жжение явно говорят о проблемах с печенью. Когда плохо пахнут ноги, ну что называется носки, обувь, то это однозначно говорит о том, что токсичные вещества плохо выводятся печенью, а ведь она главный фильтр нашего организма, и она должна выводить продукты метаболизма, то есть распада. Когда плохой запах, это говорит о том, что печень не в полной мере выполняет свои необходимые природные заложенные функции. А это все бывает от плохого питания, некачественной еды, канцерогенной еды, и тогда очень разумно и правильно проводить программу очищения и голодания. Но об этом я скажу чуть дальше, чтобы не сделали вы ошибок. Помните, что если печень больна, то ЖКТ и почки, как правило, тоже имеют проблемы. Отеки ног – это явная проблема печени и лимфатической системы. Обязательно посмотрите вот это мое видео про отеки ног. Есть несколько серьезных пунктов, говорящих о проблемах с печенью. Главная проблема печени, но самая распространенная – это избыточное количество сахара, в первую очередь синтетического, ну и вообще глюкозы и фруктозы в нашей пище. Другая проблема, характерная для большинства – это мало вы едите, дорогие друзья, сырой живой пищи, зелени, овощей в первую очередь. Еще причины, которые создают серьезные проблемы с печенью – это прием антибиотиков, цитостатиков, гормонов, безусловно, химической пищи, безусловно, алкоголя. Паразиты – отдельная тема, и я ее освещал в своей большой лекции, ну или хотя бы вот эту коротенькую, потом посмотрите, ссылочки будут в описании. Еще одна огромная проблема, которую многие не понимают – это большое количество белка, то есть, в первую очередь, высокомолекулярных животных белков в пище. Кстати, если больна печень, то всегда есть дисбаланс микрофлоры, а такой дисбаланс всегда приводит к тому, что грибки микромицеты, то есть, дрожжевые плесневые грибки, себя прекрасно начинают чувствовать и процветают в организме. Оттуда уже перхоть, псориаз, грибок ногтей, стоп и разные проблемы с кожей, о чем у меня тоже есть видео. Дорогие товарищи, ожирение печени совершенно не обязательно есть только у толстых людей, и у худых людей оно вполне может быть, тем более у тех, кто ест неадекватную пищу, фастфуды, химическую пищу, рафинированную, много сахаров в том числе. На эти и другие темы по проблемам печени у меня есть главная моя лекция, вот это по печени. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Рекомендую вам потом ее посмотреть. Что самое главное вы должны помнить и знать, когда больна печень, то симптомов практически никогда никаких нет, потому что нет в печени нервных окончаний. Печень может быть разрушена до 70%, но вы это еще никак внешне не почувствуете. И только косвенные факторы могут говорить о том, что больна печень, хотя некоторые эти факторы могут говорить и о других проблемах. Однако, при наличии этих факторов провериться, конечно же, необходимо сдать анализы, исследования по печени. Итак, вот эти косвенные признаки. Слабость, боль в животе, тошнота, боль в правом плече, боль в правой трапециевидной и ромбовидной мышцах, усталость, боль с правой стороны головы. Помните, что при жирной печени с годами развивается цирроз печени. При больной, ожиревшей печени, накапливается много кортизола, а это приводит к проблемам с надпочечниками. Плюс к тому, как правило, имеется избыток эстрогена. И тогда у мужчин растут груди, живот. Тогда вырабатывается меньше желчи, а значит ухудшается усвоение витаминов А, Е, Д3, омега-3 жирных кислот, витамина К. Существует два типа жирной печени. Первое, от алкоголя, в первую очередь пива, конечно же. К тому же в пиве есть фитогормоны, а они приводят к нарушению гормонального равновесия. И у женщин, и у мужчин это страшнейший алкогольный напиток. И вообще алкоголь, разумный человек, просто не должен пить. Нет этой гадости в природе, и то, что он делает с человеком и с обществом, вполне очевидно всем разумным людям. Вторая причина, это когда неадекватное питание. В первую очередь много сахаров, фруктозы, синтетических различных концентратов и так далее. Ожирение печени также возникает по причине дефицита аминокислоты метионина, а также по причине дефицита витамина В4, то есть холина. Метионин это серосодержащая аминокислота, которая содержится из растительных продуктов, чечевицы, вообще бобовых, в орехах некоторых, в кукурузе. И рекордное содержание этой аминокислоты в яичных желтках, до 1000 мг на 100 г продуктов. К примеру, в треске содержится 500, а в чечевице и в гречке по 250. Холин, то есть В4, это брокколи, чечевица, это вообще разные крестоцветные, это шпинат. И опять-таки яичные желтки, они являются рекордсменами из всех продуктов, которые содержат больше всего холина. До 800 мг на 100 г продуктов. Авокадо, к примеру, всего 14. Но помните, дорогие друзья, что если вы будете есть яичные желтки или уже едите яйца, к примеру, не разбираясь в этом, посмотрите, пожалуйста, мое видео про яйца. Поймите очень важные нюансы, которые вы должны знать, чтобы себе не навредить. Яйца это же не просто название, не просто продукт, а важно, какая курица его произвела, чем кормилась эта курица, как содержалась, были ли в пище, которую потребляла курица, антибиотики, гормоны и так далее. А поэтому только от кур на свободном выпасе я рекомендую потреблять желтки, ну и конечно, чтобы они были все-таки этические. А для этого, еще раз говорю, посмотрите вот это мое видео. Идем дальше. Для того, чтобы не было дефицита белка, вернее аминокислот, потому что помните, что белки, нужные для каждой клетки организма, для каждого органа, они синтезируются в органеллах, которые называются рибосомами в каждой клетке нашего организма. И основа для них, то есть кирпичики для будущей вот этой белковой стены кирпичной, это аминокислоты, вот те самые мономеры белковой любой полимерной цепи, а значит в пищу нам нужны аминокислоты. Я рекомендую самый лучший вариант, самый эффективный, это конечно же конопляный протеин. Вот этот. Конопляный протеин содержит аминокислоты, легкие полипетидные цепочки, и никогда не будет возникать реакция антигена-антитела с образованием гнойных токсинов и трупных ядов, как это происходит при потреблении высокомолекулярных, сложно перевариваемых белков. Учтите этот момент. К тому же аргинина, трептофана и других незаменимых, в том числе аминокислот, в конопляном протеине много, они там есть все. Это уникальный продукт, который дала нам природа. Кстати, если вы не смотрели, вот это мое видео про коноплю и лен обязательно непременно посмотрите потом. Или же, если не конопляный протеин, то очищенные семечки конопли. Все, что я показывал вам сейчас, все можно, если вы захотите, конечно, приобрести на нашем сайте nadgard.ru. Самые качественные, экологически чистые, идеальные товары. Что же я могу порекомендовать для ликвидации проблемы с печенью, чтобы не допустить эти проблемы и ликвидировать на каких-то этапах, когда это еще сделать можно. Благо, что клетки печени гепатоциты регенерируются очень хорошо. Ну, во-первых, это разумная, веганская, я подчеркиваю, кето-диета. Посмотрите вот это мое видео, вы поймете все нюансы. Жиры в пище должны быть. Насыщенные жиры тоже обязательно. Это имейте в виду. Ешьте как можно меньше сладкого. И исключите из питания синтетические сахара. То есть, сам сахар и те продукты, в которых он содержится. Всякие печенья там, тортики и так далее. Помните, этого нет ни на грядках, ни на деревьях, ни на кустарниках. Нигде в природе этого нет. Концентрированные сахара – это беда для сосудов, для печени, для почек, для всего организма. Ешьте больше зелени, зеленых коктейлей, овощей. Обязательно потребляйте проростки брокколи. Посмотрите вот это мое видео про брокколи. Будете знать, как делать вот эту микрозелень, состригать и есть ее. Сколько, в каких количествах, все там рассказано. Если есть проблемы с печенью, если ожирение печени, холециститы и прочие проблемы, тогда обязательно принимайте холин, то есть, витамин В4. Он идет в аптеках, продается в виде порошка, либо в таблетках. Начинайте с 400-500 мг в сутки. Постепенно увеличивайте до 2-3 тысяч мг в сутки. Непременно это нужно делать. И вот тогда печень начнет растворять свои собственные жиры. Метионин, если по результатам анализов или просто вам кажется, что у вас может быть дефицит, тоже можно принимать дополнительно. По крайней мере, 2-3 месяца в период реабилитации печени. Помните, что жир просто необходим для выработки желчи. Для усвоения жирорастворимых витаминов. Для выведения токсичных продуктов из организма. То есть, для детоксикации печень участвует в детоксикации в первую очередь. Еще раз, выработку желчи стимулирует потребление вами в пищу жиров. В первую очередь, насыщенных жиров из животных продуктов. И в этом смысле, самый лучший продукт, это, конечно, желтки куриные. Но насыщенные жиры, например, из растительных продуктов, это что? Это кокосовое масло. И опять-таки же, в моей лекции про кетопитание я об этом рассказывал. Есть такое мое видео, лечебное очищение и голодание. Вы его посмотрите потом обязательно. Помните, что при голодании организм сам себя очищает. Поджелудочная железа, печень себя регенерирует. Но помните, чтобы не совершить ошибок, до начала лечебного очистительного голодания, я не говорю про 1-2 дня, я говорю про 20-30 дней, знаете, такие программы. Так вот, необходимо пройти антипроизитарную программу, чтобы не было излишней нагрузки на печень. Я сейчас вам дам рекомендации, какие мои видео обязательно стоит посмотреть. Во-первых, грибок ногтей, дегидрокварцетин, брокколи, геморрой, хлорофиллогемоглобин, красные точки на коже. Как убрать жир? Еще один очень важный момент. Семена расторопшие – это мощнейшие на свете гепатопротекторные, то есть восстанавливающие клетки печени гепатоциты, средства. Есть такой вариант. Берете семена расторопшие, размалываете в кофемолке, только на текущий день, чтобы не было окисления на один текущий день. Начинаете с десертной ложечки порошка и за недельку-две доходите до столовой ложки с горкой порошка, запивая теплой водой три раза в день за примерно 30-40-50 минут, за час даже до еды, или после еды через 40-50 минут, 60. Вполне нормально. Так вот, долгий курс, от полугода до года, но печень будет как новая. Даже проходят циррозы при комплексном лечении, то есть теми средствами, которые вы пользуетесь, плюс вот это мощнейшее гепатопротекторное средство. И еще, дорогие товарищи, напоследок, под каждым моим видео, вот как сейчас, которое вы смотрите, под каждым, любым, я даю некоторое количество ссылок на те важные видео, которые в связи с той темой, которую я освещаю, важно вам посмотреть, изучить. Я рекомендую вам, не ленитесь, нажмите слово «Еще» под видео в Ютубе, откроются ссылочки, нажимайте и смотрите. Это же ваше здоровье. Я стараюсь четко, простым доступным языком объяснить сложные биологические вопросы, проблемы и как их решить. В моих видео вы найдете ответы на все вопросы. Если вам понравилось данное видео, поддержите мой канал, ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну, на этом все. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья. Ну, а на этом я заканчиваю свой выпуск. До новых встреч, до свидания.